Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала. Я Лусинне, меня зовут Лусинне. Кто меня не знает, я сегодня хочу приготовить армянское блюдо, салат, домашние условия, баклажан. Некоторые делают на костре, а в домашних условиях я делаю на газу. Сначала я поставлю баклажан, чистим от этих зелёных, и ставлю на газу. До готовности, поворачиваю постоянно. Да, друзья, хочу сказать, почему, хочу повторять, да, повторять, почему у меня разный контент. Потому что некоторые любят смотреть мою работу, некоторые любят это самое, посмотреть, что я готовлю. И куда хожу, что делаю, покупки и всё такое. Поэтому я ставлю такие разные контенты. Спасибо всем огромное, кто смотрит меня. Спасибо всем, кто постоянно пишет в комментариях и лайки. Да, друзья, для меня лайки, это очень важно. Продвижение, да, моего контента. Если вам не жалко, ставьте лайки, друзья. Огромное вам спасибо за то, что вы смотрите мой контент. И кто не подписан, обязательно подпишитесь. Это от вас поддержка моего нового канала. Да, некоторые спросили, Люсине, будет армянский, да, армянский язык, армянскому языку там контент. Да, будет. Я думаю насчёт имя. Если кто хочет меня помочь, у вас есть такой, да, прекрасный мысль. Название армянского канала. Помогите меня. Голову ничего не приходит пока. Я молюсь, чтобы от Бога получить название. Но вы можете меня помочь. Пишите, если у вас такой прекрасный задумка, да, моего нового канала армянскому языку. Буду очень благодарна. Я и делала мацун, я и готовлю борщ и всё такое. И можете смотреть здесь или там, здесь на Баку, или открыть. Всё там разное есть. И я готовлю, и всё такое. И там фото есть у разных мастеров. Это не только моя работа. Я всем сказала, что это не только моя работа. Там и работали мои ученики, и мастера, да, и я. Так что благодарю всем, всем, кто меня поддерживает и смотрит. Так. На газу. Я всё делаю на газу, потому что в квартире домашние условия никак невозможно, да. Никак невозможно на костре делать баклажановый, да, салат. У меня костёр будет газ. Да, у меня костёр будет газ. Ну, чё поделаешь-то? Ну, так, да. И так же буду делать, смотрите, и так же делать острый перец. Вы можете сладкий перец, я две штуки буду острый перец делать, но второй буду просто не положить, а просто оставить, может, кто-то покушает, кто-то захочет. Вот так вот я ещё буду и ещё перец, да, ставить. Видите, как выглядит? Вот так вот выглядит. Вот так вот пробую до кончика. Всё, она готова. Да, готова. И сразу, видите, я сразу, пакет, она парится внутри и легко очищается. Мне так научила моя старшая сестра, да. Я так раньше не делала, сейчас делаю давно, потому что мне сестра научила так легко. Я пробовала, да, так легче. Сразу отделяется без проблем. И ещё перец, и буду четыре штуки, да, у меня девять штук. Смотрите порцию вашей семьи, да, сколько ваша семья, там, ваша семья большая, у меня маленькая семья, поэтому я знаю, сколько. Здесь восемь, девять, девять штук, да, паклажан, две штуки, острый перец, вы можете, если не кушаете острый, сладкий перец можете делать. И я вот такие малюсенькие, да, четыре, пять штук сделаю, может и четыре. Посмотрю, да, наверное, пять, вот таких пять штук на газу. Я, знаете, что я буду делать? Я брала вот такую вилочку, сейчас вот так вот сбоку сделаю и вот так вот буду делать, ну, вот так вот поставлю на газу. Вот так вот. Я в партез-магазине, из партез-магазине мои покупки делаю, там и овощной, там всё есть, и мясной, кроме там свинины, говядины, мяса, там и колбаса, там и разные, всё консервы, всё продаётся картошкой, всё такое. Вот огурцы, помидоры купила, картошку купила, баклажан купила, помидор купила, лучок купила, несколько штук, мат на каш, хлеб купила, чё ещё купила? Ничего, больше не купила, потратила почти две тысячи драм. Тысяча шестьсот дала точно, помню, дала в магазине, потом отдельно CNC в магазине, одноразовые тарелочки купила. Почему? Потому что я курагу делала, мне надо морозильник поставить, и сто драм дала, вот, одноразовый пакет. Ну, то есть, драм, так, тысяча девятьсот, ну, две тысячи драм потратила всего сегодня, и буду очень вкусно готовить салат баклажановый, армянские, армянские домашние условия. Вот так вот. Друзья, как вы знаете, дальше, это грязная работа, я газ почистила, потом на сковороде буду делать остальное. У меня, вы знаете, лук не кушает моя семья, я поэтому тёркой тёрла, и немножко подсолнечное, извиняюсь, масло, и чистое сливочное масло. Я постоянно мешаю, чтобы так вкуснее было. Вы можете или так делать по вкусу, или так. Сейчас лук у меня пожарится до жёлтого цвета, потом потихонечку, вот, у меня перемотала, так, закрыла, и буду чистить, и в сковороде буду тушить, да, немножко. И немножко соль по вкусу, и всё. Лук у меня жарится, будет жариться. Ну, пока, ой, пока с одной рукой делаю. Ложку достала. Оставлю, чтобы пожарилось. Я быстро буду, это, почистить баклажан, помидор и перец. Меня не видно, ничего страшного. Вот, брала такой, немножко из-под крана воды. Берёте, берёте, вам нужную посуду, и я очищаю всё, чищу всё внутри, вот эти грубые, да, места. Делаю четыре части отдельной чистой посуде, да, даже почему бы и не пять частей. Пока у меня жарится, я быстро чищу. И руку, это для руки, да, чтобы чистить. Постоянно я меняю воду, чтобы было у меня всё чисто и аккуратно. Это для меня, да, очень важно. Сейчас, почему сначала помидор делаю, потому что сначала буду кидать этот помидор. Пока баклажан буду делать. Пока помидор, она спаленная, но будет жариться, да, пока я буду вот так вот очищаю всё грубое, видите, всё грубость. И таскиваю, очищаю хорошенько, чтобы вот этот ничего не было в голове, чистая. Поставлю, да, буду менять воду, как сказала. Всё, здесь чуть-чуть грубости осталось. Всё. И дальше, да, делаю. Лук у меня пожарилось, добавила помидор. Так, из пакета снизу достаю, который немножко не сильно горячий, чтобы не обожглась. Вот могу, видите, вот, отделяется очень легко, поэтому говорю, сразу положите пакет. Сразу пакетой с лёгким движением, да, снимаю кожуру. Видите, как легко, вот так вот рукой делала. Сейчас, вот это. И очищаю. Руку мою в воде, чтобы вот эта чернота, да, чтобы не было. Аккуратно, быстро отделяю. Поменьше делала газ, чтобы... Не сгорело. И быстро почистить. Осталось у меня почистить этот, баклажан. Да, всё. Всё. У меня чип... О! Быстро делаю, сразу падает, падает. Не падай. Всё. Видите? Выбрасываю кончик. И так, и с остальными. Лёгким движением с пакетом. Большие... Витаскиваю. Могу с рукой. Могу с пакетом. Как мне, как вам удобно. Видите? Поднимаю вот эту верхнюю часть. Руку мою. Так, всё легко отделяется. Когда мне сестра показала вот это, как раз мы на озере были. Я видела. Потом она показала, как легко чиститься. Я сколько лет уже так чищу. А до этого мучилась постоянно. Видите, как чисто. Чуть-чуть рукой. Легко. Всё. Не мучаюсь. Ничего. Быстро отделяю, очищаю. И так, и с остальными. Я буду делать. Ага. Видите? Как чисто. Ну, я постоянно меняю воду. Всё. Отсюда поднимаю. Отсюда. Всё. Отрезаю. Всё. У меня вот этот кончик. Всё. И с остальными буду делать. Всё, друзья. Я уже добавила баклажан. Почистила всё. Положила. Оставляю 7 минут. По вкусу только соль. Ни перец. Ни чёрный перец. Ни хамелисуня. Ни приправы. Ничего не надо. Всё. По вкусу соль добавила. Закрываю крышкой. 5-7 минут. У меня парится. И всё. Отключаю газ. Ну, вот и всё. Я закончила. Отключила газ. Через 5 минут. И всё. Вкусненько. Попробуйте. Очень вкусно. Быстро. Немножко, да. Вся кухня-то в грязи. Потому что на газу мы делаем. Я убрала всё. Посуду помыла. И бюджетно. Вкусно и бюджетно. Да. Бюджетно. Очень вкусно. Обед или ужин. Да. Вот и всё, мои дорогие. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы постоянно со мной. Обязательно подпишитесь, кто не подписан. И ставьте лайки, друзья. До скорого встречи, дорогие мои. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Продолжение следует...